сегодня у нас тема психология маркетинга в 2020 году как влиять на поведение клиентов спикер перед вами меня зовут макс белоусов и это выступление на synergy digital форум 2020 и так я немножко представлюсь меня зовут макс как я уже сказал я являюсь экспертом по стратегическому и комплексному маркетингу являюсь ведущим маркетологом и сооснователем агентства и venture вхожу в топ 100 лучших маркетологов россии снг по версии prbz и среди наших кейсов продвижение артистов black star тони роббинс в москве олимпийский и по всему миру два года продвигали его сингапуре в майами в лондоне в австралии также а яс шабудинов о продвижении его мероприятий и более ста компаний из различных ниш сегодня у вас есть возможность получить от меня бонусы как это сделать вот внизу указан мой инстаграм мой ник небо табу у меня была такая группа я занимался музыкой вот до сих пор занимаюсь так что у вас есть уникальная возможность получить вот все бонусы которые указаны в верхнем левом углу это чек-лист создания упаковки шаблон анализа конкурентов топ 200 сервисов по маркетингу шаблон эссенция бренда 100 книг 1000 тысячу книг по маркетингу и скидка 10 процентов на услуги моего агентства вот чтобы все это добро получить можете выкладывать меня не можете даже нужно выкладывать меня в stories и отмечать мой инстаграм ник буду рад итак план сегодняшнего доклада первое о чем мы поговорим это про трансформацию клиента второе про мотивацию клиента третье про триггеры потом про креатив и про упаковку вот такая у нас вот такой у нас не план моего доклада и так про кейс уже сказал тони роббинс еще мы как-то то ли продвигали упаковывали мероприятие в кругу сити холл 6000 человек тур готова тимоти льван вот и более 100 компаний там в том числе и втб вот сейчас мы с ними ведем переговоры там мтс сколково мастер сьют и так далее итак трансформация клиента мало кто говорит о том что когда вы создаете рекламу должно быть понимание что клиент приходит определенный путь это похоже на воронку но на самом деле это я больше сравниваю с знаете вот была гусеница и стала бабочкой вот первый уровень клиента я называю жертва жертва потому что человек пытается найти решение своей проблемы вот у него проблемы есть скажем он хочет похудеть да и он пытается найти всячески еще там запросы там в интернете там вбивая да там общаясь с друзьями вот он жертва ситуации он хочет решить свою проблему следующий уровень его трансформации это он понял как решить свою проблему да я это называю уровень проснувшийся да то есть вот он проснулся от соответственно своего кризиса да там и пытается уже найти с кем решить свою проблему то есть он понял как ее решить то есть ему кто-то сказал либо там друзья либо за этом девушка что похудеть можно там пойдя в фитнес-центр записавшись до фитнес-зал вот он уже соответственно знает как решить свою проблему он пытается найти какой фитнес-зал ему больше подойдет дальше он выходит на уровень осознанный осознанный потому что он осознает свою проблему свою ситуацию как ее решить и с кем ее решить да то есть он понял что ему нужен не какой-то условно там фитнес-зал а рядом с домом с бассейном и личным тренером вот это осознанный и последний уровень трансформации клиента это фанат когда он походил там скажем город класс целый год ему понравилось и он готов посоветовать данный фитнес-зал своим друзьям вот соответственно это фанат вот примерный путь трансформации клиента до от того когда у него была проблема но он не знал как и решите с кем потом соответственно он понял как и решить понял с кем и решить начал ее решать ему понравилось естественно он готов становиться фанатом этого решения и продавать это решение своим друзьям знакомым и близким вот такая трансформация клиента происходит дальше уровне мотивации клиента вот очень интересный тоже момент о котором тоже мало кто говорит и вы сегодня об этом узнаете расскажу на примере опять же фитнес-зала фитнес-центра вот как вы думаете зачем люди покупают личного тренера вот зачем они его нанимают казалось бы да все очевидно личный тренер нужен для более качественной работе работы в зале да то есть тренер дает вам программу тренер объясняет как там жать качать мышцы какие как где сколько подходов вот это вроде бы очевидно да вроде будет на поверхности так скажем но если мы будем копать дальше окажется что не все так просто потому что не знаю как вы вот я сейчас активно занимаюсь спортом бросил пить курить здоровый образ жизни вегетарианью вот и я каждый день хожу фитнес-зал рядом с домом какую картину я вижу особенность доказать касается женщин да вот когда женщина занимается с тренером вот я прям просто наблюдал 90 процентов времени они общаются вместо того чтобы тренер ей говорил давай иди там качай попу дальше он с ней обсуждает парня отношения там за этом жизни и тещу то есть получается что она вроде бы пришла за результатом сбросить вес накачать попу все очевидно да она вот взяла себе тренера вот платит ему даже деньги причем не маленький там две-три тысячи рублей за тренировку но оказывается что почему же она тогда с ним не занимается почему она не выполняет упражнения почему она с ним общается поэтому почему потому что есть такое понятие как явная мотивация клиента есть такое понятие как скрытая мотивация клиента вот это самое крутое что вы можете когда-либо понять про маркетинг про психологию клиента явно это то что клиент говорит что он хочет либо то что он делает скрытое это то что он на самом деле хочет делать или что он на самом деле хочет получить и может даже не догадывается об этом вот если вы узнаете скрытую мотивацию ваших клиентов вы станете миллионером миллиардером будете зарабатывать кучу денег ваш продукт будет хитом и у вас все будет круто классно как понять скрытую мотивацию клиента просто сесть и подумать вот или понаблюдать я еще называю это эти эффектом знаете был такой сериал там в мире животных да там когда вот наблюдали за поведением особей там различных там в естественных условиях то же самое вы можете делать с людьми то есть можно наблюдать за людьми просто смотреть что они там делают как они себя ведут пример с фитнес-залом да то есть казалось бы да вот если вы делаете рекламу создаете сайт вы же не будете писать на нем типа приди к нам будешь общаться с нашим тренером наш тренер станет тебе лучшим другом да как бы если вы это напишите вряд ли люди к вам придут потому что я это еще называю как весь наш мир это как театр мы все играем определенные роли поэтому это знаете это как вот девушка бит я не такая да то есть вот когда мужчина зовет ее к себе она как я не такая я на первом свидании не это не не но при этом она тоже хочет но при этом она играет в игру я не такая вот то же самое у клиент клиент не такой вот эти вот он он хочет казаться лучше там для себя и для окружающих поэтому если вы ему напишите приходи к нам поболтаясь нашим тренером за 2000 рублей в час вряд ли к вам кто-то придет он хочет играть в игру я эффективно занимаюсь спортом это у него как знаете красивая история которую сам себе рассказывает и своим друзьям что вот если купил там абонемент ворд-класс и я соответственно отхожу занимаюсь трачу кучу денег у меня личный тренер я весь такой супер эффективный а на деле как происходит да он берет просто и общается и тренер для него как психолог соответственно вот скрытая мотивация должна быть показана очень тонко вот очень тонко прям вот не переборщив да вот если вы посмотрите рекламу там mercedes там либо других компаний там nike там еще какие-то да там большие такие крупные корпорации они это часто используют coca-cola пожалуйста там все знают все видели вот эту рекламу где приезжает вот как это назвать длинная длинная повозка машина там за этих грузовой вот это вот и coca-cola да и там ассоциация с чем с праздником да то есть вроде бы газировка которые вредны куча сахара да там особенно детям вредно ее пытается связать с ассоциировать с хорошим с хорошей эмоцией с семьей с праздником с теплом заботой и с предстоящим таким вот чудом да который может произойти там в новый год там сочельник то там то же самое и вот если вы почитаете книгу но лога на у миклайн это американская журналистка очень крутая книга всем советую по маркетингу там он описывает как продвигались бренды различные вот один из примеров который мне очень запал душу это как продвигался бренд хайникин пиво да если не путаю по-моему хайникин они в 70-е года когда было модно движение хиппи когда был фестиваль woodstock который собирал сотни тысяч человек значит где выступали различные группы где тусовались эти хиппи они запартнерились с этим фестивалем и с другими последующими и именно с того времени мы начали ассоциировать поход на концерт с пивом вставлять то есть это маркетологи придумали у нас не было до этого до прямой ассоциации выпить пиво там ну когда мы идем на концерт то же самое и с футболом это тоже маркетологи сделали вот эту ассоциацию то же самое из мюсли да то же самое и там есть с утра яичницу с беконом это вообще придумал бернейс есть такой маркетолог из америки который также с его помощью треть женщин в америке закурили сигареты потому что он использовал их течение феминизма он использовал феминисток для того чтобы продвинуть идею курения как он это сделал просто собрал 10 феминисток собрал фотографов и сказал одной феминисткой чтобы она вышла на трибуну и когда она закурила она сказала такую фразу давайте еще раз зажжем давайте зажжем еще один факел независимости женщин да то есть он сыграл на очень мощной эмоции независимости да там смелости да там женщин и соответственно пошла ассоциация курения с то что вот ну как сильно независимая женщина да то же самое вот ковбой мальбора да то есть ассоциация с мускулиностью с мужественностью и с таким знаете вот уверенным да там себе вот это соответственно про вот эту ассоциативность да самая мощная ассоциативность это когда скажем вот если я вам сейчас скажу представьте себе в голове шоколадку многие представят конкретный бренд сникерс марс аленка там за nestle еще что-то если вам скажу приставьте конфету некоторые приставят чупа-чупс там еще что-то вот это или я скажу приставьте кроссовки вы приставите nike либо adidas вот ради этого компания тратит миллиарды долларов чтобы в голове вот эту нейронную связку создать в это тоже можете делать с помощью текста визуальной информации я сегодня об этом тоже расскажу вот соответственно уровне мотивации клиента да вот последний пример который расскажу вы поняли что такое уровень мотивации клиента про явно скрытую мотивацию это макдоналдс 90-е года америка вводится в меню макдоналдс салаты да и вот интересный момент как вы думаете сильно ли повысились продажи за счет того что в америке а тогда как раз таки началось движение здорового образа жизни там здорового питания как всегда до нас доходит с опоздание 15-20 лет вот соответственно тогда люди начали задумываться то что как бы ну жирно быть не круто надо бы какой худеть как бы думать о себе там бегать и так далее вот и ввели в меню макдоналдса салатики там морковку вот это все как вы думаете сильно ли повысились продажи сразу отвечу да но не за счет салатов а за счет тех же самых бургеров и вредные еды там картошки там пирожков и так далее почему потому что люди на самом деле хотят есть нездоровую но вкусную пищу да то есть ну они как любили бикмаки так и любят до сих пор просто когда они приходили в макдоналдс они закрывали гештальт то есть ставили себе галочку в голове что я о себе забочусь да то есть я сейчас куплю салатик они покупали салатик потому что ну как бы другу признаться в том что ты как вот он бегает а ты как бы пошел макдак но как-то зашкварно согласитесь да поэтому вот он пришел купился салат и у него на кассе спрашивает может быть еще что-то хотите да там как они до продажу делали плана давайте бикмак и диетическую полу обязательно вот это вот что происходит да то есть он закрыл гештальт того что он типа следит за своим здоровьем своим питанием при этом все равно купил то что хотел явно искрытая понимаете вот ну давайте последний пример вам дашь его прямо сто пудов поняли вот журнал форбс как вы думаете кто чаще всего покупают журнал форбс казалось бы да это журнал про бизнес про миллионеров там про там индекс доу джонса дата вот какие-то сложные такие вещи покупают обычные люди вообще может даже никак не связаны с бизнесом почему потому что они хотят докоснуться до этого мира бизнеса то есть они хотят быть ближе к тому что у них в реальной жизни ну они далеко от этого понимаете то есть опять же явно и скрыто явно и казалось бы да вот журнал для бизнесменов все вот там топ-20 самых богатейших людей мира там индекс доу джонса там еще что-то да там а покупают обычные люди триггеры как это как раз таки как мы можем влиять на людей как мы можем цеплять вот здесь вот фотография специально такую чтобы ассоциативный ряд правильный был как мы можем использовать ментальные крючки это еще называется да как можем завладеть вниманием человека потому что с каждым годом мы боремся с все уже об этом знают баннерная слепота я это еще называю состояние автопилота что такое состояние автопилота это когда вы делаете все на автомате вот если я вам сейчас скажу что вы дышите вы начнете контролировать свою дыхание ну ведь до этого же не контролирую свое дыхание правильно то есть вы это делали на автомате вот так на автомате мы живем 90 процента времени мы даже не задумываясь о том что мы делаем когда мы там сидим в телефоне не знаю там на автомате надеваем носки из утра готовим себе есть идем в туалет чистим зубы там едем там до работы даже когда на работе но все равно состояние автопилота почему потому что наш мозг всегда работает на состоянии сохранение энергии. Если он всю 100% информацию, которая ему поступает из всех каналов восприятия информации, через глаза, уши, нос, рот и осязание, если он будет 100% эту информацию анализировать, мозг просто охренеет, он взорвется. Поэтому мозг ту информацию, те действия, которые повторяются, он переводит в состояние автопилота. То есть он не задумывается, вы же не задумывались о том, под каким углом надеть носок с утра, или там, как чистить зубы. Вы это 150 раз уже делали, поэтому вы это делаете на автомате. Это же состояние есть у человека в интернете. Он на автомате, он как будто бы неосознанно. Знаете, вот есть такая популярная фраза осознанность, слово осознанность. Те, кто сейчас летают на Бали, они точно знают про осознанность. Все хотят сейчас духовности, осознанность понять. Осознанность клиента, это когда вы звоните ему, кто занимался продажей, меня супер вообще поймут. Вы звоните клиенту, вроде ему что-то говорите, но как будто бы он вас не слышит. Либо вы ему пишите что-то там в чате, и он как будто бы вроде бы и с вами общается, и вроде бы и не общается с вами. Вот это когда... Почему так происходит? Потому что уровень его сознания и фокусированности на вас примерно 5-10%. То есть он только на 5-10% внимания своего на вас тратит. А оставшиеся 90% это жена, которая ему сказала купить продукты, он забыл, он об этом думает. Там, не знаю, теща, дети бегают, собака там покакала, не знаю, если он едет в машине, он о чем-то там в бизнесе думает. То есть ваша задача зацепить 100% его внимания. Потому что вы показываете рекламу, вы же показываете сайт, ваша задача, чтобы вы его заинтересовали. Понимаете? Какие триггеры существуют? Триггеров существует большое количество, основных примерно 15. Вот если вы, напоминаю, будете выкладывать фотографии данной презентации, напишите отзыв про то, как вам понравилось данной презентации, отметите мой инстаграм небо табу, я вам как раз-таки тоже один из бонусов вышлю в список всех триггеров. Да, вот один из триггеров, который очень классный, это триггер, который можно использовать даже на сайте, в рекламе. Триггер сравнения, да, либо контраст, это еще называется, триггер контраста, это когда, ну, пример, да, вот вы входите, скажем, в бар, да, вот пришли в бар, мужчина, да, вот со стороны мужчины, там сидит красивая женщина, там за барной стойкой, прям в красном платье, крутая, классная такая, прям огонь. Вот. Вы к ней подходите и начинаете с ней знакомиться, да, вот. Вторая ситуация. Если бы, помимо, ну, кроме этой девушки сидела, ну, некрасивая женщина, да, так скажем, да, там прям, ну, некрасивых женщин не бывает, но представим, что там была трехрукая, пятиногая, некрасивая женщина, да, вот. Вот на контрасте с ней вторая кажется еще красивее, понимаете. Вот это часто используют продажники, когда этот эффект называется якорение, да, вот им нужно продать, скажем, услугу за 100 тысяч рублей, если они вам скажут сразу, типа, купи что-то за 100 тысяч рублей, то для вас это будет дорого. А если они скажут, знаете, у нас услуга стоит миллион рублей, вы такие, не, 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 слушай, какой миллион? Говорят, подождите, у нас есть за 100 тысяч, то 100 тысяч вам не кажется уже такой большой суммой. Вот это контраст, да. Этот контраст можно использовать в коммуникации с клиентами, на сайте, там, почему вот, скажем, вот многие курсы же проходили, да, там по маркетингу, там еще какие-то, почему несколько тарифов? Это же не просто так эти вот разбиения на несколько тарифов, потому что есть так называемый бомж-пакет, да, очень дешевый пакет, который, ну, вряд ли кто-то возьмет. Задача продать средний, но чтобы продать средний, есть бомж-пакет и есть как бы VIP-VIP-пакет, да, какой-то человек купит VIP-VIP-пакет, там, за миллион долларов, грубо говоря, да, но на самом деле вот этот VIP-VIP-пакет, он создан для того, чтобы с якорить цену для среднего, чтобы средний уже не казался таким дорогим, понимаете. Вот эти все фишки, да, используют маркетологи. Это я назвал только одну, их там порядка 15-20 основных. Дальше, какая еще фишка? Как вы думаете, влияет ли цвет на психологию? Конечно, да. Знаете, я вот за последний год выступил в порядка 30 городах в России и СНГ, и я рассказывал про психологию маркетинга, это вот моя основная тема, вот, и там я всегда провожу такой интересный эксперимент. Я вывожу девушку из зала и спрашиваю у нее, был ли у нее какой-нибудь такой, знаете, там, страстный поцелуй, такой прям вот, чтобы вау, прям, чтобы страсть прям вот кипела, бурлила, да. Она говорит, да, класс, а теперь вспомни, как это было, и закрой глаза, и вспомни. Вот она начинает вспоминать, и у нее начинают краснеть щеки, да, там, пульс начинает учащаться, то есть тело тут же реагирует. Почему? Потому что наш мозг, он не видит разницы между тем, что происходит на самом деле, и то, о чем мы думаем. Именно поэтому всякие аффирмации, да, там, вот эта вся эзотерика, она работает, потому что мы можем себя настроить. Простой пример. Подумайте о том, что вы взяли лимон, дольку лимона положили себе на язык, начали так вот крутить на лимоне. У вас пошло слюноотделение, да, возможно, вы даже об этом слышали, об этом примере с лимоном. Понимаете, реакция тела тут же, причем лимона-то нету, понимаете. Лимон вы придумали, вы об этом только подумали, но реакция тела тут же пошла. То же самое и с вашими клиентами. Подумайте, насколько круто можно влиять на поведение клиентов, зная психологию, да. Сегодня я, естественно, не смогу вам все рассказать. Моя задача вас познакомить с темой нейромаркетинга, психологии маркетинга, да, там, если вам более подробно хочется об этом узнать, можете мне добавиться в Инстаграм, друзья, обязательно с вами поделюсь еще материалами полезными, вот, у меня их очень много. Понимаете, насколько это важно, да, то есть вот вернемся к той девушке, да, это называется технология фрейминг, да, то есть мы помещаем клиента в определенные предлагаемые обстоятельства, то есть мы создаем ему определенную текстовую, визуальную информацию в голове, лучше, если он это уже переживал. Как это можно использовать в рекламе? Скажем, вам нужно продать, не знаю, там, туры в Китай, да, или, там, на Бали, да, то же самое, вот, какие эмоции должен испытывать ваш потенциальный клиент, чтобы он купил тур на Бали, да, воодушевление, да, там, чувство свободы. Вы же можете создать это воодушевление чувства свободы за счет текста визуальной информации. Как? Где еще клиент мог чувствовать свободу и воодушевление? С помощью картинок это можно создать. Можно показать ему картинку, там, не знаю, там, как он едет в закат, уходящий, да, там, на машине, да, там, и проносятся, там, значит, ну, там, эти деревья, там, дома, там, за окнами, да, уже вот состояние свободы, согласитесь. Либо показать ему картинку, там, как он катается на серфе, при этом текстом еще дополнить. Представь себе, там, и пройтись по всем уровням восприятия. Представь, увидь, почувствуй, там, запах, там, докоснись его, да, то есть по всем вот этим вот ментальным крючкам пройтись, сознание, да, и клиент тут же погрузится в то необходимое состояние, которое вам нужно. Именно поэтому, когда нам продают молоко, я не знаю, на хлеб, нам показывают семью. Почему? Потому что нам хотят, опять же, помните ассоциацию, да, создать прямую ассоциацию продукта с семьей, со спокойствием, со здоровьем, да, там, с безопасностью, да, потому что в 21 веке одно из самых необходимых ощущений для человека – это, прежде всего, безопасность, как бы это ни странно звучало, потому что мы не чувствуем себя безопасными, да, потому что куча информации, куча разных, там, опасностей. Коронавирус, пожалуйста, люди даже боятся на улицу выйти некоторые, вот, и не зря, я, кстати, переболел, им это правда все. Вот, поэтому это все работает, да. Креатив. Один из способов привлечения внимания, да, то есть включения клиента, да, это использование креатива, креатива, при этом нестандартного, я это еще называю разрыв шаблона. Разрыв шаблона – это когда вы, ваш мозг, да, помним состояние автопилота, вспоминаем, да, то есть мы смотрим какую-то рекламу, там, серфим в интернете, там, сайты смотрим, да, там, видео какие-то, и тут нам показывают то, что наш мозг никогда не видел, да, то есть мы привыкли, предположим, что пожилые люди выглядят определенным образом, ведут себя определенным образом, а тут нам показывают бабушку с, не знаю, вибратором, предположим, да, большим таким фиолетовым, мы такие, опа, что это такое? Почему у нас мозг сразу включается? Потому что для мозга это опасность, он раньше этого не видел, и он не знает, как к этому относиться, и он не знает, то есть у него в голове, внутри зажигается такая, знаете, кнопочка «денджер», опасность, и он должен создать новую нейронную связку в мозгу, чтобы при следующей встрече с таким же он понимал, что это не представляет им опасности, именно поэтому в рекламе используется так называемый ситуативный маркетинг, это когда мы берем ситуацию из жизни, там, скажем, политическая какая-то проблема в стране, мы ее можем использовать как в рекламе, там вот митинги в Америке, там тоже на этом можем сыграть, и бренды на этом играют, либо разрыв шаблона, то есть то, что не похоже на обыденные ситуации, это часто используют в гипнозе, чтобы ввести человека в трансовое состояние, ему нужно разорвать шаблон, но вот самое простое, это когда, вы знаете, руку пожимают, и начинают, то есть человек что ожидает, когда руку пожали, сразу отпустят, а другой человек, который знаком с гипнозом, с трансовым состоянием, он держит, руку не отпускает, и тут же вам смотрят вот сюда, и пытаются что-то внушить, ну это как бы, если говорить про жизненные какие-то ситуации, то же самое можно делать и в интернете, то есть можно также с помощью, опять же, текста визуальной информации влиять на поведение людей, влиять на решение о покупке, влиять на то, чтобы человек согласился быстрее, чтобы с ним там не месяц мусолили, пытались ему что-то продать, а там здесь и сейчас бы он купил, да, да, это непросто, но это можно сделать, это реально, и компании это делают большие, да, которые изучают поведение, психологию своих клиентов, вкладывают в это безумные деньги, да, поэтому разрыв шаблона, некоторые даже используют мат, да, то есть я сейчас материться, конечно, в эфире не буду, но если бы я вот говорил, говорил, а потом бы матегнулся, вы такие, опа, что случилось, да, ваш мозг, ваше сознание бы тут же бы включилось, потому что мат – это опасность, это асоциальное поведение, понимаете, поэтому многие компании используют там какие-то матные слова, там как-то обыгрывают, да, там либо секс, агрессия, да, тоже очень популярная тема для использования в рекламе. Упаковка, да, то есть последнее, что хотел сегодня сказать, рассказать, что важно в психологии поведения, как влиять на людей, это текстовая визуальная информация, которая упакована в определенный смысл. Что такое упаковка? Упаковка – это вот как раз-таки все то, что важно вам передать клиенту, все вот эти смыслы, УТП, оферы, вот это все, оно обличено в конкретном тексте, визуальную информацию какую-то, вот в сайт, там, да, там, в баннеры, в оформлении социальных сетей, в макеты, не знаю, там, в письма, вот, это все называется упаковка, да, все то, что мы видим и чувствуем в интернете, да, там, наблюдаем. Встречает по одежке, провожает по уму. Я немножко перефразировал эту фразу и назвал ее так. Встречает по упаковке, провожает по продукту. Какой бы у вас крутой продукт ни был, если ваша упаковка не привлекает внимания, клиент никогда не купит ваш продукт. Поэтому упаковка – это самое важное, это первое, что видит клиент, это первое, что он ощущает. Поэтому упаковка – это самое важное для любого бизнеса. За счет упаковки, качественной упаковки, можно повысить свой средний чек, повысить конверсию из заявки в продажу или из клика в заявку, увеличить поток лидов и запустить сарафанное радио. Да, вот простой пример. Студия Артемия Леведева, у нее логотипу стоит 100-300 тысяч рублей, логотип no name какого-то фрилансера 15 тысяч рублей. За счет чего? За счет надбавочной ценности личного бренда и упаковки. Понимаете? В упаковке, за счет упаковки можно реально больше зарабатывать. то есть там увеличить свой средний чек, повысить лояльность клиента. Три правила упаковки. Главное, клиент должен понять, куда он попал, что ему предлагают и как ему это получить. Дальше. Правило 15 секунд. За 15 секунд клиент должен ответить на эти три вопроса. Почему 15 секунд? Потому что среднее время продолжительности сессии в интернете на сайте. Клиент не будет сохранять ваш сайт в закладке и через год его открывать, вспоминать о вас и звонить. Такого никогда не было и не будет. Поэтому ваша задача его сразу же привлечь и сконвертить в целевое действие. Не обязательно покупка, оставить контактные данные, скачать лид-магнит, еще что-то, написать в Телеграм. То есть вы должны за 15 секунд продать ему идею того, что ему надо что-то сделать, либо дочитать до конца, либо пролистать до второго слайда. То есть первые 15 секунд, они самые важные. Так же, как и в жизни, когда вы знакомитесь с людьми. Если вы плохо, неопрятно одеты, от вас пахнет, я не знаю, вы не подстриглись, у вас фингал на левом глазу, на правом точнее, вряд ли к вам люди подойдут, захотят с вами знакомиться. Хотя вы можете быть хорошим человеком. То же самое здесь. У вас может быть охренительный продукт, но очень некачественная упаковка, которая просто отталкивает от вас потенциальных клиентов. Соответственно, что нужно для упаковки? Домашнее для вас задание. Уже подходит к концу мое сегодняшнее выступление, надеюсь, оно вам понравилось. Можете сфотографировать данный слайд, найти 10 друзей. Можно даже в Телеграме и в Инстаграме скинуть им это задание. Скинуть им сайт либо свой Инстаграм и спросить, понимают ли они, куда они попали, что им предлагается и зачем им это надо. И вы удивитесь, когда ваши друзья дадут обратную связь. Потому что то, что вы думали о вашем сайте, о вашем Инстаграме, не то же самое, что думают о вас люди, которые вас там знают либо вообще не знают, ваши потенциальные клиенты. Соответственно, резюмирую. Вся задача маркетинга настроена на то, чтобы мы переходили из состояния я ничего о вас не знаю, в состоянии что-то слышал, потом в состоянии хочу узнать больше, потом хочу купить и буду рекомендовать. Но первое же, самое важное касание это мне интересно узнать о вас побольше. То есть, я вас не знал, а теперь я вас знаю, мне интересно о вас узнать побольше. И за счет именно упаковки, за счет текста, визуальной информации, за счет триггеров психологических мы можем заставить человека, поверив в то, что с нами он решит свою проблему, поверив в то, что мы классные, мы для него выход из сложившейся его там ситуации. Помните, состояние жертвы, да, то есть он должен поверить, что он с нами может поменять, трансформироваться из состояния жертвы в состояние осознанной проснувшейся. И последнее, что хотелось я не сказать, что вся ваша реклама, все ваши сайты, вся ваша коммуникация в интернете должна подтверждаться правилом, что вы должны продавать не процесс, а результат. То есть некоторые спикеры об этом часто говорят, что нужно продавать не дрель, а дырку в стене, а лучше не дырку в стене, а картину, которую повесит на шуруп, который вы вбили в дырку в стене, а еще лучше эмоции от этой картины, понимаете. А многие продают процесс, либо технические характеристики товара, которые клиенту нафиг не нужны, понимаете. Ему пофигу, как вы решите эту проблему его. Ему важен результат, понимаете. Поэтому нужно продавать не настройку таргетированной рекламы, а увеличение продаж для бизнеса. При этом лучше, если вы конкретно в цифрах это скажете, сколько у него увеличится продажа. И, соответственно, последнее, что сегодня я вам покажу, это данный слайд. Спасибо, что слушали мою лекцию. Напомню, это был Макс Белоусов, сооснователь агентства Aventure.